Ролик был переведен с канала MindCap. Ссылки на оригинал его автора будут в описании. Многие поговаривают, дескать уровни 2003 Девин вдохновлены Залонексом. И это правда, когда-то он был его наставником. Но есть одна важная особенность, которая полностью разделяет работы Девина от работ Залонекса. Посмотрев на уровень Залонекса, вы тут же можете определить его тематику. Например, не нужно быть гением, чтобы вычислить в 666 тему ада и пыток. Annihilation Nation рассказывает про поджог фабрики клаустрофобов, а Некросайт вообще совместил эти тематики. Все эти проекты прекрасны, но они все попадают под единую тематику. Если вы будете делать ад из дурака, то вы к этому должны приложить все свои усилия. Вы используете свое мышление с навыками, чтобы создать то, что точно будет описывать данную тему. И в этом плане Залонекс гений. Он использовал свое мастерство, чтобы описать тематику в 10 раз ярче. Энергичная тряска, постоянное мерцание и мигание огней как нельзя лучше ее дополняют. И не стоит забывать о треках. Сами песни пугают до жути, что идеально подходит к уровню с жуткими визуальными эффектами. И так работают проекты Залонекса. И я же хочу сказать, что его уровнем невозможно провалиться. В них есть все. В них есть визуал, в них есть трек, в них есть эффекты, в них ярко выраженная тематика, вайб и фановый геймплей. В то время как Девину на это начихать. Если вы проанализируете все недавние работы Девина, то получится следующее. Всем привет, ребята! Сегодня мы будем делать обзор на новый левел от Креатора 2003 Девин Олдмен Каравен. В первом парте мы можем увидеть водопад на заднем фоне. Без понятия к чему он, но цветам не нравятся. Ой, а теперь уровень стал фабрикой. Я не знаю, что мне вообще сказать. Он вообще не сочетается с первым партом. А тут я увидел немного травы. Похоже, теперь тема уровня про джунгли. А вот тут пенис. Весьма трудно и почти невозможно определиться с темой, с главной темой уровня Девина. И как только вы якобы разгадали тематику, то тут же ваше представление рушится на кусочки. Поскольку он продолжает сыпать рандомной хренью, в которой нет смысла и которая противоречит предыдущей теме. На уровне Девина смотреть нужно не отдельно, а как на целый сборник шедевров. Я думаю, что уровни Девина – его личный дневник. Проекты, что показывают его чувства на данный момент, и он их просто туда вкладывает. Как отсылки к фильмам, ТВ-шоу, персонажам, видеоиграм или же тому, что только он выкупает. Его мало интересует тематика и развитие уровня. Он просто вставляет хрень. Потому что для него это круто. А после он делает это снова и снова и снова и до тех пор, пока это не будет смотреться причудливо. Разница между Зайлонексом и Девином в том, что Девин – бунтарь. Некоторые спросят, но как? Зайлонекс тоже бунтарь? Но Девин бунтует несколько иначе. Он встал против концепции построения уровня. Помните мои слова о том, что Зайлонекс использует идеальное сочетание всех своих навыков, чтобы сделать что-то красивым? Бунтарское отношение Девина исходит из отрицания всех традиционных вещей, что мы видим во время создания проекта. Как тематики, которой у него нет. Треков самых странных в мире. И артов, рандомных и разбросанных по всему уровню. Порой они настолько простые, будто нарисованы самим младенцем. А порой они весьма впечатляют. Это тупо появляется из ниоткуда. Даже геймплей, хоть он иногда бывает легче работ Зайлонекса, бросается нам в глаза. Количество непонятных вещей в его геймплее зашкаливает так, будто сам уровень просит не играть в него. И да, я серьезно. Его уровни порой специально сделаны неиграбельными. Работы Девина можно идеально описать, сравнив это с граффити. Граффити, по сути, это случайный набросок, что выглядит круто на улице, и что делают нелегально. Граффити рисуют, как знак противостояния и бунтарства, с целью донести какую-то мысль. А порой их просто делают, чтобы у людей сгорел пердак. Это выглядит офигенно. И Девин идеально в сравнении с граффити. В уровне Девина Вайтхаус есть парт в граффити, где есть невидимый геймплей, поскольку он хочет вас отыметь по полной программе. Люди говорят, что для создания успешной и пугающей до усрачки атмосферы нужно следовать этим правилам. Трек, дизайн и бла-бла-бла. Уже сотню раз говорил. Подход Девина к данному процессу делает уровни еще более ужасающими. Потому что ты не знаешь, что будет потом. Ни в треке, ни в геймплее, ни в дизайне, ни где-либо еще, что заставляет вас насторожиться даже при просмотре любого уровня Девина. И Девин настолько прославился этим фактом, что когда шоукейсер показывает новый уровень Девина, в комментариях никто не говорит про уровень. И 80% комментов про самого креатора. Девину плевать, подходит ли трек. Ему плевать, запустится ли уровень или нет. Ему все равно на фановость уровня. Ему начихать на оценку уровня. Девин поставил боссфайт с механическим драконом в конец уровня. Даже когда это последнее, что он должен был добавить. Даже когда это не сочетается со всем построенным ранее. Но он это сделал, так как думал, что выглядит круто. Несколько лет назад его аккаунт взломали. И во всех недавних проектах он оставляет слова благодарности к игроку 9М, кто хакнул его аккаунт. Во всех его уровнях есть эти слова. Он филигранно лепит свою иконку везде, где только можно. Чтобы заострить внимание на том, что это его уровень, его работа и его страсть. Он не хочет поощрений за работу. И даже не просит об этом. И как-то раз он сказал мне, что не хочет видеть, как людям нравятся его уровни. И хочет, чтобы к уровням испытывали отвращение. Может это и есть причина, по которой мы все его любим. Я бы мог весь обзор рассказывать про все возможные вещи, которые он вставляет в уровне. И описывать происходящее на экране. Но я считаю, что будет куда интереснее, если вы сами поиграете или посмотрите уровни Девина и насладитесь данной картинкой. World War – одна из лучших его работ, по моему мнению. Поскольку она пока что самая чудаковатая. Он даже намекнул в своем предыдущем уровне, что в 2027 году появится топ-1 уровень под названием World War, что выглядит довольно мило. И когда вы думаете, что будет хороший переход с одного парта на другой, то нет. Камера тупо падает, а Глоу странно появляется. Просто потому, что ему насрать. Можно бесконечно перечислять моменты, где Девин творит уровни для себя, поскольку ему это нравится. Мне кажется, что Девин кайфует от своих работ, что и делает меня счастливым. Также он разнообразил свои навыки креатора, создав данный эффект в этом уровне. Эта часть, к примеру, создана для того, чтобы вы почувствовали себя в состоянии от галлюцинаций. Это можно ощутить только во время полноценной игры в уровень. И это, блин, круто. Невозможно насладиться уровнем от Девина, просто посмотрев на него. И вам нужно в него сыграть, чтобы понять, насколько это офигенная хрень. Вместе с крутецкой катушкой Теслы из линии пещеры от уровня Фингердэш, или неудобные триггеры вращения, которые управляют всей платформой уровня. Это просто невообразимо. У нас есть тот, кто сделал что-то неработающее и заставил это работать. И это прекрасно. Так что посмотрите World War. Я не буду делать шоукейс для своего канала, но вы можете посмотреть это на канале Мангуд. Также ловите ID уровня на экране, если у вас появится время на игру. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике.